уважаемые коллеги добрый день как хорошо меня видно и слышно поставьте пожалуйста плюсики в чат если видите и слышите меня нормально раз-два-три раз-два-три коллеги пожалуйста поставьте плюсики если слышите меня хорошо спасибо надеюсь что остальные тоже меня видят и слышат нормально ну что ж я приветствую алтайскую краевую универсальную научную библиотеку и сегодня мы проведем вебинар посвященный трем продуктам компании директ медиа да давайте я представлюсь меня зовут калиников павел юрич я руководитель учебно-методического центра компании директ медиа и сегодня меня попросили провести для вас вебинар посвященный трем под нашим продуктам это библиотеке нонфикс собственно университетской библиотеки онлайн и от порталу ну давайте приступим потому что хотелось бы уложиться в час и вас особо не задерживать вот сказать есть что первые продукты которыми я хотел бы рассказать это библиотека нонфикшн решение для публичных библиотек я хотел бы отметить что компания директ медиа ее основной продукт это университетская библиотека онлайн и в процессе работы над этим продуктом разумеется у нас появились какие-то контентные решения которые могли бы быть интересны не только вузом для которых университетская университетская библиотека создана но и кому-то другому вот в частности у нас в среди нашего контента есть достаточное количество произведений нонфикшн которые интересны широкому кругу читателей поэтому в какой-то период у нас было принято решение создать такую бс для публичных библиотек электронную библиотеку для публичных для публичных библиотек с тем чтобы каким-то образом покрыть их интерес к этой литературе как это к этому виду литературы ну разумеется публички очень сильно по своей организационным характеристикам отличается от вузов поэтому и способ чтобы подключение были изменены и появилась функция предоставления комплектования по требованию которым я чуть попозже расскажу доступ к библиотеке нонфикшн достаточно простой к нашему обычному домену второго уровня просто приписывается слово лип и вы можете выйти на библиотеку нонфикшн главная страница библиотека библиотеки выглядит вот примерно так это ну так если по простому для пользователя то это сейчас я включу рисовалку это поиск и разные виды рубрикаторов при помощи которых можно находить находить нужные нужные книжки что есть библиотеке нонфикшн это более 60 тысяч специально отобранных изданий литературе литературы в жанре нонфикшн от более чем 300 издательств россии белоруссии украины речь идет конечно о русскоязычных изданиях фонд библиотеки изначал изначально расширил на рассчитан на широкий читательский интерес ну и тут книги по разным направлениям научно-популярная деловая образовательная литература познавательная и так далее вот только несколько издательств с которыми мы сотрудничаем на самом деле их гораздо больше включая конечно и наше собственное издательство издательство директ медиа как я уже сказал около 300 издательств книги более 300 издательств помещены в библиотеку нонфикшн составе библиотеки также представлены и периодические издания журналы по актуальным с глубиной архива до пяти лет включая актуальные новинки но может быть последний год не всегда хорошо представлен но предпоследние года уже достаточно хорошо хорошо представлены а кроме того для лиц ограниченными возможностями ну и не только имеются более 200 двух тысяч четырехсот аудиокниг аудиокниги это достаточно популярная форма представления книжного контента и вот мы достаточно активно агрегируем этот вид контента он у нас если говорить более широко представлен не только в библиотеке нонфикшн но и учебная литература в университетской библиотеке онлайн даже учебники но учебники в основном конечно направление гуманитарного вот ну на самом деле это достаточно популярный вид контента который использует большое количество наших пользователей у нас представлены так называемые тематические коллекции это некоторая такая дополнительная возможность я эту возможность очень люблю и люблю о ней рассказывать это сборники коллекции посвященные определенным направлениям истории обществознания философии многих других направлений военной истории подобраны отдельные коллекции состоящие из от нескольких десятков до нескольких сотен произведений подобранные любовно книголюбами профессиональными библиотекарями и так далее библиофилами вот в них наиболее полное освещение данной темы в тех книгах которые есть наши электронные библиотеки обращаю ваше внимание что при общении с читателями можете обратить на это внимание что если читатель пришел прояснить для себя вопрос совпадающие с темой тематической коллекции то это пожалуй наилучший способ вообще подобрать ему литературу потому что там ну огромное количество источников которые ну прямо точка в точку попадать прямо как в точку попадает в его тему вот ну и даже если немножко в сторону он уходит от этой темы все равно там можно подобрать очень полезные книги это не просто книги которые у нас есть это книги которые действительно заслуживают внимания поэтому если у человека познавательная или учебная цель написать например какой-то реферат или эссе то это самый самый хороший способ использовать ему электронную библиотеку поскольку эти книги можно конечно найти и поиском и заказать их обычным способом но здесь они подобраны иногда и такие книги которые просто поиском не то чтобы не найдешь а надо очень постараться чтобы понять что они принадлежат этой теме так что вот это вот тематические коллекции это наш такой хороший вклад в интеллектуализацию поиска который я предлагаю вам использовать он очень хорош всего ну вот у нас университетской библиотеки онлайн более 100 8 уже двум стам тематическим коллекциям в библиотеке нонфикшен их немножко меньше но примерно вот тоже приближается к этому числу пользоваться особенно читателя пользоваться библиотека нонфикшен достаточно просто в подвале сайта хранятся инструкции для библиотеки инструкции для читателя их можно просто скачать и пользоваться сразу ну что касается инструкции для библиотекаря чуть чуть подробнее мы сейчас коснемся этого вопроса в тот момент как происходит пользование библиотекой как я уже говорил библиотеку нонфикшен используют комплектацию по требованию читателя это способ такой способ взаимоотношения компании директ медиа и библиотеки когда средства за заказанную книгу списываются со счета со счета на счет условно с условного счета на условный счет только тогда когда либо сам библиотекарь эту книгу поместит в фонд в электронный фонд вашей библиотеки либо когда это сделает читатель самостоятельно либо с разрешения библиотекаря в том случае если библиотекарь первоначально не добавил никакие книги в фонд это делают читатели а делают это не так в момент поиска они открывают какую-то книгу им доступна функция полистать то есть посмотреть то ли это книга которая нужна после этого они отправляют заявку и эта заявка появляется в личном кабинете библиотекаря теперь в воле библиотекаря либо запретить эту заявку либо открыть доступ читателю к этой библиотеке если доступ к этой к этой книжке прошу прощения если доступ к этой книге открывается то он открывается для всех и эта книга она всегда остается в фонде фонде библиотеки соответственно та цена которая эта книга стоит списывается со счета со счета предоплаченной предоплаченного счета библиотеки вы можете автоматизировать этот труд не акцептуя все книги подряд а используя используя настройку порог одобрения заявки на подписку вот здесь кабинет библиотекаря его профиль и в этом профиле можно установить порог цены при котором книга поступает сразу в фонд как только ее первый читатель заказал ну вы можете решить что книги дешевые например там дешевле 500 или 200 рублей или 400 рублей не требует вашего постоянного отслеживания участия и установить этот порог в этом случае книга сразу будет поступать ваш фонд вот здесь например при помощи выпадающего списка вы можете выбрать шагом 100 рублей какую-то книгу и установить этот порог что же происходит в вашем кабинете в вашем кабинете есть такая вкладка запрошенные книги в этой вкладке в этой вкладке есть позиция статус и в ней отмечено то что вы то что происходило с книгами запрошенными читателям как видите вот здесь давайте в большом побольше я это увеличу здесь несколько статусов существует вот какая-то книга отклонена видимо она была достаточно дорогая и у библиотекаря не было уверенности в том что она понадобится еще кому-то из читателей большинство книг одобрено одобрено либо либо библиотекарем либо автоматически вошла в фонд потому что эти книги не превысили этот порог после которого происходит запрос библиотекарю ну и две книги здесь ожидают вашего ваша вашего подтверждения их можно либо одобрить либо отклонить вот и вся премудрость управления управление запросами читателям есть в кабинете библиотекаря существует статистика вы можете посмотреть сколько просмотров у каждой книги было произведено ну соответственно здесь все книги выстраиваться в порядке рейтинга запросов и вы можете задать начало периода и конец периода по которому вас интересует данная информация можете также расшифровать эту запись и какие странички были конкретно запрошены ну и кроме того вот здесь агрегированная информация по всем книгам сколько было просмотрено книг сколько было просмотрено на страниц вот здесь вот эта информация агрегирована кроме того вы можете либо показать это эту информацию на мониторе вашего компьютера либо выгрузить в excel ну и потом работать с этой информации уже отдельно у себя вы можете также посмотреть фонд библиотеки то есть те книги которые уже отобраны для употребления и уже свободны для для потребления вашими читателями ну а также можете посмотреть список ваших читателей список их логинов логинов и паролей логины и пароли вы сколько вам надо можете запросить у нас и мы вам вышлем столько логинов и паролей сколько надо хочу отметить что в при комплектации по по требованию логины и пароли не является ресурсом то есть их можно использовать столько сколько надо это не является ограничивающим фактором можете запросить столько сколько вам надо и это не будет связано с какой-то дополнительной оплаты и вообще никак не будет сказываться на на сумму на сумму договора у библиотеки non-fiction есть мобильная версия причем мобильная версия существует в двух вариантах первое это мобильная версия сайта то есть просто по тому же самому адресу с буковкой м перед перед словом лип можно этим пользоваться и соответственно читать литературу с гаджетов каких-то можно перейти по и загрузить бесплатное мобильное приложение но несколько более удобно и существуют для всех платформ android ios и windows вот и использовать уже мобильное приложение я хотел бы сказать что вот информацию о том что есть мобильные приложения желательно конечно передавать читателям потому что они конечный потребитель таких решений и конечно самим читателям интересно потреблять информацию там где они там где они хотят в транспорте где-то по дороге в каких-то местах где нет есть интернет но нет стационарного компьютера и так далее вот да ну и хотел бы напомнить что потреблять читать книжки с нашей платформы можно везде где есть интернет это делать разумеется не обязательно самой библиотеки можно делать везде есть везде где где есть интернет если есть логин логин и пароль у читателя ну может быть вас это не касается но если будут спрашивать все всем желающим публичным библиотекам мы предлагаем заключить безденежный договор сроком на один год на доступ к золотому фонду научной классики в электронной библиотеке non-fiction то есть доступ к неправным книгам он может ощущаться осуществляться бесплатно при этом если вы когда-нибудь решите перейти на платный доступ сроком библиотека может заключить дополнительный договор доп соглашения точнее доп соглашения к договору и пополнить счет библиотеки на нужную сумму купить другие книги ну смысл в том что сам договор будет уже заключен и достаточно будет сделать доп соглашения это гораздо проще вот попробовать вы можете уже заключив безденежный договор ну кроме этого конечно вы можете и заключить не заключить взять пробное сделать пробное включение насколько я знаю как раз у вас и реализовано сейчас и получить полноценный доступ к нашей библиотеке на несколько месяцев да ну это я думаю что для вас уже не не столько не столь не столь актуально вы уже видимо знакомы с Алексеем Архангельским который ведет у нас этот проект в качестве менеджера вот ну на всякий случай если кто-то не знает его его мейла и его телефона вот его вот его координаты я хотел бы отметить что те та информация которая вам сейчас дал она есть на презентации которую вы прямо сейчас можете скачать две презентации помещены в общедоступные ресурсы на на сервере системы вебинарной системы если у вас сейчас справа не открыты общедоступные ресурсы посмотрите пожалуйста как это делать вы можете вот посмотреть сюда и увидите ну примерно вот сюда и увидеть верхний ряд кнопок управления вебинаром среди этих кнопок вот такая поднятая рука смайлик и у меня на пятая по счету такая серая папочка с названием показать ресурсы а если вы нажмете на эту кнопку то у вас справа от презентации возникнет поле с двумя файлами вот эти файлы вы можете для себя скачать и использовать как вам необходимо если необходимо провести допустим семинар внутри вашей библиотеки вполне можете использовать их либо полностью либо частично разобрав на слайды единственная просьба ссылаться на университетскую библиотеку онлайн когда вы используете эти эти материалы по поводу библиотеки нонфикшн все давайте я перейду к следующей следующим темам нашим да я хотел бы сказать что если у вас возникают вопросы задавайте их пожалуйста сразу по ходу не будем откладывать их в долгий ящик вот я постараюсь сразу на них ответить ну а теперь я хотел бы рассказать о двух наших продуктах это основной флагманский продукт компания директ медиа университетская библиотека онлайн эбс наиболее сложный продукт ну и арт портал это некий такой совершенно особый продукт посвященный искусству они почти не пересекаются то есть два совершенно разных проекта вот ну начнем с университетской библиотеки онлайн вот главная вот главная страница университетской библиотеки онлайн давайте я дам ссылку на нее в принципе тут я думаю что она у вас есть но на всякий случай ссылку дам прямо в чат я думаю что у вас уже есть доступ к университетской библиотеки онлайн пробный ну на всякий случай вот даю вам ссылку вот для того чтобы почувствовать как это с ней работать надо иметь логин и пароль опять же можете обратиться к нашему менеджеру Алексею для того чтобы он вам предоставил пробный доступ чтобы если его у вас пока еще нет что такое университетская библиотека онлайн это более ну уже уже наверное более 130 тысяч книг это более 500 наверное уже вузов подписчиков 25 процентов рынка ЭБС более 400 издательств из которых более 180 если не изменяет память это вузовские издательства то есть такие издательства которые просто так на рынке почти не представлены это 60 процентов издательств так называемой учебной двадцатки ну и прочие большие цифры сколько у нас потенциальная аудитория сколько обращений и так далее наши наши главные тезисы кроме конечно того что общего тезиса о том что мы являемся одним из самых крупных агрегаторов учебной и дополнительной литературы для вуза следующее у нас есть такой слоган больше чем ЭБС заключается он в том что мы агрегируем не только книги а многие другие формы электронного контента такие как мультимедиа контент мы интегрированные с детектором плагиата антиплагиатом у нас есть открытые проекты такие как арт-портал и энциклопедиум ну так частично открытые скажем так в них большая часть информации в них открыта мы реализуем печать по требованию для для авторов и для потребителей нашей информации ну и особой информации для авторов мы занимаемся их продвижением в РИНС для тех кто решил стать авторами университетской библиотеки онлайн с ними у нас особые отношения и при публикации их литературы и при отслеживании дальнейшей судьбы их публикации в нашей университетской библиотеке онлайн некоторые отличия от других ЭБС у нас ну пожалуй не будут все ЭБС очень очень разные конечно но для большинства из них можно сказать что мы у нас больше ведущих и уникальных издательств шире представлены гуманитарное направление экономика управления финансы бизнес ну и конечно у нас есть собственные книги от нашего собственного издательства все они поступают в университетскую библиотеку онлайн и становятся ее составляющим пару слов о том что из себя представляет интерфейс университетской библиотеки онлайн он в принципе достаточно прост ну давайте паре слов я его опишу верхняя панель позволяет нам переместиться между по номерам давайте я буду говорить сейчас я немножко увеличу под номером под номером один верхняя панель она собственно не принадлежит к университетской библиотеке онлайн это переход между нашими разными проектами другими такими как интернет-магазин арт-портал бизнес-библиотека энциклопедиум школьный портал ну и многие другие поле 2 это поиск и он вынесет на самый верх как это полагается в современных информационных продуктах мы считаем что поиск это основной способ нахождения литературы в нашей библиотеке ну действительно когда почти полтора 100 тысяч книг то искать их другим способом например по разделам рубрикатора не всегда удобно тем более что современное поколение студентов они используют поиск уже ну у них как от зубов отскакивает они не представляют как пользуют пользоваться другими способами подбора литературы для них каталоги являются ну скажем так устаревшим способом да ну не так как для библиотечных работников которые привыкли все каталогизировать и раскладывать по полочкам ну у нас присутствует оба вида оба оба способа подбора литературы как поиском причем поиск может быть достаточно продвинутым так и при помощи рубрикатора но рубрикатор здесь вот сосредоточен под разные виды рубрик под номерами 4 5 и 6 ну в частности 6 это не столько даже рубрикатор сколько переход к ко всему функционалу университетской библиотеки онлайн как контентному функционалу так и к неким дополнительным возможностям для вас как для библиотекаря очень очень важен пункт 3 это переход в ваш личный кабинет и в личном кабинете достаточно продвинутый функционал существует гораздо более продвинутый чем в библиотеке нонфикшн мы про этот функционал сегодня говорить не будем но я вам покажу ссылку где можно подробно посмотреть про этот наш про этот ваш функционал надо иметь ввиду что тут же располагается под номером 3 в выпадающем списке вот здесь вот маленький треугольничек такой да и тут выпадающий список и личный личный кабинет читателя или как мы говорим студента и личный кабинет преподавателя эти роли несколько отличаются друг от друга разумеется самая главная и продвинутая роль это роль роль библиотекаря или как мы говорим корневого пользователя ну а роли преподавателя и студента это роли среднего и если можно так сказать базового уровня ну и на каждой страничке есть вот такая вот вкладочка позволяющая обратиться к helpdesk непосредственно при чтении при чтении книги в подвале сайта хранятся наши новости под номером 1 ну не буду про новости говорить про соцсети тоже не буду говорить все и так всем понятно а вот пункт 2 немножко подробнее о нем расскажу здесь хранится доступ это наиболее продвинутое меню доступа к разным страницам нашего нашей электронной библиотеки нашей ЭБС и тут есть те строки к которым можно тот функционал к которому можно попасть только вот из этого меню например издательские коллекции тематические коллекции о которых я уже рассказывал вам доступ к периодическим изданиям ну к ним конечно доступ можно иметь и через поиск тоже разные формы навигации поиск по гсн аксо и так далее и так далее ну и разумеется некие информационные странички нашей ЭБС тоже хранятся здесь несколько вот дополнительных возможностей которые у нас реализованы они интересны конечно прежде всего тем кто работает с нашей ЭБС для того чтобы сделать какой-то собственный труд этот труд может быть научный может быть учебный но в любом случае он подразумевает какие-то списки литературы списки источников и так далее вот у нас реализовано библиографическое описание всех наших книг причем обращаю ваше внимание на не на экране чтения а на экране предварительного подбора то есть условно говоря за один клик до чтения и это литера это вот кликабельная кнопка библиографическое описание и отсюда можно забрать вот это вот описание которое потом вы можете использовать у себя в вашем труде будь то эссе реферат или что-то диплом или что-то уже более более весомое какой-то научный труд то же самое можно говорить и о списке литературы если в книге есть список литературы то он оцифрован и положен тоже на предыдущий уровень до чтения то есть не там где расположена читалка а в предыдущем в предыдущем на предыдущем экране вот этот вот один клик который происходит между подбором литературы и ее чтением это очень важный момент связанный с тем что все то что расположено на на один и более кликов дальше это ну с точки зрения интернет-медиа они находятся на более низких уровнях до этих страниц доходит гораздо меньшее количество людей поэтому очень важно наиболее востребованную информацию дать на предварительных этапах на тех этапах которые первыми по счету после поиска находятся после поиска или после подбора другим способом ну и вот списки литературы из которых тоже можно черпать свои ссылки для для своего списка литературы они тоже доступны сразу и их можно копипейстом перенести к себе использовать какие-то строки из них для себя обращаю ваше внимание что эти две функции они кроме всего прочего служат продвижению такой идеи что электронная библиотека она повышает ссылочный метаболизм что ли если можно так сказать то есть чем проще технически осуществить ссылку тем больше ссылок реально будет в конечных работах студентов и в конечных работах научных работах потому что иной раз именно технический фактор сказывается на то сколько и как мы ссылаемся но обращаю также внимание что тут разумеется списки литературы уже существуют в правильной форме а для студентов и подчас для научных работников молодых научных работников само составление правильного библиографического описания является проблемой наша читалка достаточно проста мы следуем в общем примерно тем же принципам что и такие стандарты читалок как Adobe Reader ну может быть несколько есть различий слева помещено поле поиска это полнотекстовый поиск по книге группа кнопок 2 и 6 посвящена листанию тут не буду глубоко погружаться вперед назад в самое начало в самый конец документа либо по номеру страницу и даблируется вот таким вот слайдером 6 который находится по бокам книги еще снизу есть поле не отмеченное здесь с движком который тоже можно использовать для перемещения по книге хотел бы обратить внимание на поле 3 и здесь есть два важных момента первое это вот взять pdf за одну сессию работы с университетской библиотекой онлайн читатель имеет право бесплатно взять 10 процентов содержимого всего книги в форме pdf файла и использовать это в каких-то своих личных интересах каким-то образом разумеется он не имеет права опубликовать это это уже является нарушением гражданского кодекса нашего а вот взять и использовать для себя для каких-то своих интересов вполне может ну и вторая кнопочка очень интересная которая нет во многих других местах это кнопка взятия кода на три любые страницы за раз опять же я хочу сказать что это не значит что только три страницы из книги можно взять и поместить эти три страницы до трех страниц разумеется в любое место интернета и уже перепубликовать обращаю ваше внимание можно перепубликовать что происходит после помещения кода взятого по этой кнопочке к при его публикации в том месте где вы его опубликовали будь то электронный курс в системе дистанционного обучения ваш блог или например сайт библиотеки происходит вставка примерно вот такого же такой же читалки и внутри внутри этой читалки уже эти три три странички до трех страничек можно читать всего таких кодов можно вставить ну сколько угодно сколько заберете вот таким этот способ легального обращаю ваше внимание легальной публикации на частей книг почему она легальная потому что вместе с нашей читалкой сохраняется информация о чтении и автор получает свои гонорары в соответствии с тем сколько раз эта книжка была его страницы были запрошены и и прочитаны то есть вставка этого этого кода она позволяет авторам получить свои гонорары даже с тех кусочков ник которые размещены в открытом интернете вами поле четыре не буду на нем особо заостряться заострять внимание это все что связано с форматированием разверткой на весь экран и так далее ну и пункт пятый у меня здесь показан это печать нескольких страниц ну и вот вот этот пункт достаточно интересен это при помощи него можно делать цветные пометки геометрически ну вот например ну вот как я сейчас примерно делаю только заполненные заполненные каким-то цветом полупрозрачным цветом для себя эти пометки сохраняются пока существует ваш аккаунт эти пометки сохраняются пока вы их не убрали собственноручно в ваших книгах кроме того у нас есть так называемый цитатник где вы можете собирать цитаты кусочки из из книжки и потом при помощи этих цитат формировать свои собственные рефераты у нас есть конструктор рефератор ну конечно большинство людей предпочитают работать где-то в своих собственных программах таких как ворд там и так далее ну во первых не у каждого они могут быть установлены а во вторых это способ работы оторванный от вашего конкретного компьютера вы можете в этот цитатник накидать цитат где-то находясь в не за своим компьютером где-то в облаке в любом месте интернета а потом уже использовать дома эти цитаты для того чтобы полноценный реферат создать в том же ворде обращаю ваше внимание что у нас есть достаточно подробные то о чем я вам сказал вкратце есть достаточно подробные учебные ролики вы их можете посмотреть либо по вот этим вот ссылкам которые я здесь привел давайте переключусь снова на режим рисования либо если хотите можете их прямо сейчас скачать с я вот сейчас делаю доступными вам эти ролики для скачивания если хотите не хотите идти в интернет и смотреть их на ютюбе можете просто скачать и использовать у себя в прямом либо для себя либо давать эти ролики или ссылки на них всем читателям которые это захотят собственно для конечных пользователей достаточно трех роликов чтобы понять что и как происходит это вот ролик первый это знакомительный экран второй ролик функционал ридера о котором я вам сейчас вкратце рассказал ну и третий ролик это поиск по ЭБС в принципе конечно даже этим роликом можно не пользоваться если вы пользуетесь только сокращенным видом поиска там тут все и так понятно мы стараемся конечно сделать чтобы поиск по ЭБС был даже без развернутых функций достаточно понятен но тем не менее есть и достаточно развернутые функции такие как можно сразу включить полнотекстовый поиск потому что по умолчанию поиск в описании ну и много других настроек включая временную настройку ось времени тип издания издательство и так далее и так далее ну и по этому тоже есть ролик который вы можете либо посмотреть либо скачать сейчас из общедоступных ресурсов очень удобным способом составления неких списков книг которые вы прочтете в дальнейшем является поисковые выборки поисковая выборка это способ формирования списка по ходу по ходу чтения ну здесь развернуто тоже нет у нас тоже есть ролик я сделал его доступным по поисковым выборкам как формировать списки в процессе поиска списки которые можно потом читать или предлагать кому-то для для чтения как я уже говорил для такой категории читателей как преподаватели у нас есть некий особые особый функционал ну и один из примеров такого функционала является показатели ринс которые мы считываем с сайта и лайбрари они хранятся в личном кабинете всех преподавателей ну обращаю ваше внимание что это происходит просто по фамилии имени отчества поэтому для того чтобы эта информация была во-первых актуальна во-вторых вообще нормально считывалась надо при заведении этого аккаунта для преподавателя точно указать его фамилию имя отчества без без сокращения как это часто хочется сделать ну и кроме того если в ринсе существуют полные тезки данного данного человека данного преподавателя он может войти вот сюда вот в спин отрегулировать его вот здесь вот это его уникальный идентификатор на в ринсе и лайбрари вот потому что по умолчанию может схватиться первый попавшийся Иванов Иван Иванович да если вы не тот Иванов то вам придется отредактировать свой уникальный ID в лайбрари ну не буду здесь много говорить по поводу я уже произнес слово ссылочный метаболизм да вот мы работаем на том на то чтобы для преподавателей которые хотят стать авторами этот ссылочный метаболизм был бы как можно выше с тем чтобы ссылки на их работы появлялись бы быстрее и с большей вероятностью чем если они это делают если они печатают свои книги в бумажном виде кроме того у нас есть возможность формирования книга обеспеченности не буду сейчас поэтому много по этому поводу говорить для вас возможно это не так важно у нас есть целая запись вебинара часового по этому поводу скажу только вкратце мы подсказываем двумя способами подсказываем библиотек библиотекарям вузов как производить книгообеспеченность во-первых у нас наши библиографы сами заполняют типовую книгообеспеченность которая может достаточно хорошо с самого начала ложиться в то что нужно вузу ну и во-вторых у нас есть рекомендательные сервисы это означает что мы агрегируем информацию от других вузов тех которые представляют в рейтинге располагается достаточно высоко и даем информацию что данная книга включена у них в книгообеспеченность вот и вот вот это вот четверочка означает что 4 вуза эту книгу себе в книгообеспеченность включили подсветка зеленым светом означает предупреждение о том что вот эта книга видимо представляет для вас интерес у нас также есть некоторые дополнительные контентные разделы в нашей библиотеке один из них это именитые ученые и писатели где агрегированная информация библиобиографического характера то есть во первых есть некоторые краткие биографии вот например чарльз дарвин биография о нем конечно биография о многих из этих людей вы можете взять прямо из википедии но здесь интересно то что указаны есть достаточно подробная библиография того что ну здесь разумеется разрыв да и в нем много чего еще есть просто не поместилось на кадр библиография и если прошу прощения если какие-то из этих книг существуют у нас в библиотеке в данном случае у нас 15 книг релевантных дарвину есть они просто кликабельные их можно прямо из этой с этой страницы почитать ну вы знаете давайте я этот пункт пропущу обычно это преподавателям говорю ну вот только очень кратко у нас есть четыре уровня информационный канал канала поддержки это наш учебный канал на ютубе где располагаются наши учебные ролики по давайте я кстати дам вам информацию о нашем канале сейчас вот если вы вдруг не знаете на ютубе у нас есть достаточно развернутый канал вот там много чего есть мы ведем вебинары у нас вебинары проходят почти каждый день причем это не только такие вебинары как мы с вами сейчас ведем но и целая система вебинаров для вузов и библиотек которая называется Директ Академия чуть попозже я вам расскажу наконец это разумеется техподдержка которая функционирует по принципу ну примерно 12 часов в день она работает московское время плюс-минус по два часа сверху снизу вот поэтому ваше рабочее время вполне вполне она работает можете обращаться напрямую ну и наконец персональный менеджер который обязан разрулить ваши проблемы если все предыдущие способы оказались почему-то не не помогли вам решить вашу проблему пропускаю я эти пункты хотел бы отметить что еще посмотреть библиотекарем для того чтобы понять как работать с университетской библиотекой онлайн потому что сейчас у нас было на это всего 20 минут а у нас есть более расширенная информация ну во-первых по функционалу библиотекаря запись моего вебинара от 22 января можете посмотреть с описанием функционала библиотекаря это запись вебинара примерно на час ну и еще одна запись это еще один вебинар это по рекомендательному сервису книгообеспеченности если вас этот вопрос интересует ну и так далее ну и наконец для преподавателей авторов у нас особый вебинар мы с ними если кому-то из ваших читателей будет интересен вопрос публикации в университетской библиотеке онлайн порекомендуйте им вот этот вот вебинар где мы подробно рассказываем как мы осуществляем работу с авторами электронных изданий наконец мы приглашаем вас если вы вдруг еще не там к нам в директ академию это наша площадка вебинаров которая функционирует практически каждый день вот ее адрес адрес совпадает с названием вот и более того хочу сказать что уже через через час состоится вебинар одного из спикеров директ академии можете зайти зарегистрироваться на любой из вебинаров который состоится до конца учебного года ну и в следующем году разумеется мы тоже продолжим работу в директ академии а я к этому проекту имею прямое отношение веду его вот в этом году мы 160 вебинаров проведем к концу учебного года ну и в будущем году тоже примерно с такой же интенсивностью будем будем работать с нашими клиентами ну и следующий наш проект совершенно иного рода это артпортал если называть его более более длинным названием артпортал мировая художественная культура это проект который такой в основном открытый проект посвященный искусству но в нем есть и подписной подписная модель для доступа к продвинутым его функции ну примерно вот так выглядит главная страница артпортала здесь конечно иллюстрации меняются не обязательно если вы зайдете на портал вы увидите какую-то другую иллюстрацию доступ к порталу простой приписываете к нашему домену библиоклуб слово арт и переходите по прямо на этот проект количественные характеристики это 60 более 64 тысяч изображений наверное сейчас уже больше 70 возможно потихоньку подходит 5000 авторов 3000 музеев представлены на артпортале если говорить просто это галерея но это гораздо больше чем галерея и вот наш если для ЭБС у нас наш слоган больше чем ЭБС то для артпортала у нас слоган больше чем больше чем галерея потому что мы пытаемся представить адпортал как учебный ресурс на котором можно не только искать не только база знаний в котором можно искать быстро информацию о каком-то произведении но и много дополнительных функций о которых я чуть-чуть сейчас расскажу достаточно быстро не буду перечислять большое огромное количество стилей и направлений жанров соответственно по этим характеристикам можно фильтровать примерно там 5-6 разных фильтров существует при поиске произведений в артпортале если вы имеете доступ к подписной модели то у вас то есть возможность просматривать иллюстрации с большим увеличением в максимальном качестве которые они у нас представлены более того я хотел бы сказать что мы в последнее время работаем не столько над расширением количества представленных изображений сколько над улучшением качества как графической части так и текстовой части атрибутики ну вот в данном случае я хотел бы показать вам вот такая вот степень увеличения доступна например некоторых картин некоторые картины вообще представлены в гигапиксельном изображении то есть ну об этом чуть попозже расскажу внутри от портала у нас действует подпроект который называется ортотека ортотека это подписной сервис два выпуска в месяц у нас выходит уже на протяжении трех лет почти вот совсем скоро послезавтра у меня будет вебинар по предыдущей ссылке директ академия можете на него зарегистрироваться вебинар так и будет называться три года проекту ортотеки ортотека выпуске ортотеки это уже последовательное изложение каких-то большая информация дается текстовая большая иллюстративная информация по какому-то направлению направлением может являться какой-то вид искусства какая-то страна музей автор а иной раз даже и отдельное произведение если по поводу отдельного произведения можно много чего сообщить среди наших проектов ортотеки семь если не изменяет память абсолютно открыто они стоят со значком демо вы их можете смотреть и рекомендовать всем вообще они доступны в открытом доступе чтобы понять что такое ортотека ортотека выпуски ортотеки как правило это существует в форме так называемого лонг-грида то есть большой длинной страницы хорошо структурированы с большим количеством иллюстраций интерактивными элементами и так далее каждый проект ортотеки открывается своей своей обложкой большой полной экраны среди интерактивных элементов можно отметить такие как оси времени чтобы понять что такое ось времени интерактивная ось времени вот можете посмотреть на так к сожалению у нас не буду я вам давать ссылок потому что у нас в настоящий момент производят производятся работы на сервере на котором это все лежит поэтому поэтому эти интерактивные элементы в настоящий момент не работают но я надеюсь скоро они заработают и вы сможете их посмотреть они существуют в тех там где внутри внутри вот этих лонгридов о которых я говорил как как элементы как интерактивные элементы встроенные в страницу ну и наконец у нас есть интерактивные карты один из видов выпусков это интерактивные карты основанные на изображениях гигапиксельной гигапиксельной гигапиксельного качества что означает гигапиксель это примерно тридцать тысяч на тридцать тысяч но здесь чуть поменьше пикселей изображения 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 такого такого объема вернее такого качества ну что бы вы представляли если перед вами сейчас экран full hd 1920 на 1080 пикселей то таких экранов надо примерно 50 в ширину 15 в ширину и 30 в высоту чтобы вся эта информация пиксель в пиксель уложилась бы на ваши экраны такое качество позволяет получить увеличение примерно до 20-30 раз без ухудшения качества то есть вы условную камеру наводите с увеличением в 20 раз и при этом у вас появляются все новые и новые детали изображения ну вот так вот примерно выглядит интерактивное путешествие слева само произведение его увеличенная часть но в данном случае здесь не максимальное увеличение а где-то среднее увеличение а справа контекстная информация в виде текстов каких-то дополнительных картинок возможно звуков или видео ну и вот такая интерактивная карта одна из первых по Александру Иванову явление христа народа она находится в открытом виде можете ее посмотреть но обращаю ваше внимание что да вот в настоящий момент там что-то у нас с сервером происходит если я думаю если завтра зайдете все будет нормально ой прошу прощения да ну и вот так вот это еще одно интерактивное путешествие вот тот же Иванов да вот оно увеличенное изображение картины там можно разглядеть столько деталей сколько вы пожалуй не сможете разглядеть даже самостоятельно посетив Третьяковскую галерею потому что ну действительно очень мелкие детали там видны ну а справа тут например в данном случае это этюд как Иванов подбирал этих героев что потом перерисовывал что оставил в стороне и так далее много дополнительной информации как текстовой так и графической ну и кто хочет посмотреть информацию об арт портале подробнее у меня тоже был 25 января вебинар можете посмотреть часовой вебинар можете посмотреть его запись более подробно коллеги я надеюсь что я вот я уложился ровно в час хотя конечно мне почти о каждом из этих продуктов я могу рассказывать более длительное время но не хочу отнимать вашего внимания если возникнет возникнет необходимость я ну обращайтесь либо к менеджеру либо смотрите записи наших вебинаров или посещайте наши те вебинары которые еще предстоят давайте я вам дам по все-таки по артотеке прямую ссылку на тот вебинар который состоится вот можете зарегистрироваться прямо сейчас если это вас интересует вот эта ссылка я надеюсь что я смог прояснить основные моменты связанные с этими тремя проектами это не единственные проекты компании директ медиа но надеюсь те которые вашу библиотеку могли бы заинтересовать прежде всего коллеги есть ли ко мне какие-то вопросы да я хотел бы отметить что запись этого вебинара для вас будет доступна я запись будет оцифрована выложена в youtube с доступом по ссылке и ссылка будет вам прислана будет все нормально то есть если вам надо будет потом обратиться к этому вебинару вы можете запись его посмотреть кроме того те кто присутствовал вот по нашей традиции получат от нас сертификата от директ академии в электронном виде давайте давайте я вам сразу скажу где вы эти сертификаты сможете получить примерно через час после окончания нашего вебинара можете зайти на вот эту вот страничку и обнаружите себя по фамилии найдете себя и там будет электронный сертификат на на скачку вы можете его скачать в формате jpeg потом распечатать он в формате а4 представлю ну что ж коллеги у меня все я надеюсь что мой рассказ для вас был сегодня полезен рассчитываю на то что вы ознакомитесь с этими продуктами более подробно и у нас есть надежда что наше с вами сотрудничество будет продолжено всего вам доброго до новых встреч до свидания до новых встреч до новых встреч с новими корректор и в